В социальных сетях активно обсуждают грядущие изменения в пенсионных отчислениях. Взнос работодателя приобретает другую пропорцию. Меняется процент в страховую и накопительную части. Подробности в пенсионном фонде рассказали нашему корреспонденту Альбине Батышине. Очередной повод задуматься о старости есть у тех, кому уже исполнилось 46 лет и тем, кто помоложе. У них есть накопительная часть пенсии. С 2002 года, когда началась реформа системы, на их счету собралась приличная сумма. Каждый месяц работодателя отчисляет в пенсионный фонд определенную сумму. 10% тарифа идет на страховую часть будущей пенсии, 6% на накопительную. Первое неприкасаемо, а второе можно распоряжаться, к примеру, передать в любой негосударственный фонд, который их использует в разных бизнес-проектах, а проценты отчисляет вкладчику. Так вот, их изменения в законе не коснутся. Если же граждане ранее уже направили свои пенсионные накопления в НПФ, управляющую компанию, либо сменили инвест-портфель Внешэкономбанка, в таком случае у них по умолчанию с 2014 года сохранится тариф в размере 6%. Если же они хотят снизить его до 2% и оставшиеся 4% перевести в страховую часть, тогда также нужно написать соответствующее заявление. Но в России большинство молчуны. Их деньги накапливаются в государственной компании Внешэкономбанк. И с будущего года у всех молчунов накопительная часть сократится в три раза. Зато увеличится страховая. Время подумать еще есть до конца года. Главное сдать заявление. Оставить все как есть 6% или все-таки больше. Пусть будет страховая часть. Можно это сделать через портал государственных муниципальных услуг, госуслуги.ру, а также через трансфер агент-центры. То есть это те организации, у которых с пенсионным фондом заключен соответствующий договор о праве удостоверения подписей. По почте можете, но только нотариально заверены. Этот выбор не окончательный. Если будущий пенсионер передумает, то можно подать другое заявление или вообще передать деньги другому негосударственному фонду. И там снова решать 6% или 2% на накопительную часть откладывать. Альбина Батышина, Алексей Захватов, Вести, Татарстан.